Узнать о наличии задолженности, как ее погасить и каков порядок и очередность взыскания денежных средств судебными приставами. Эти и другие вопросы мог задать каждый посетитель МФЦ. Обращения жителей касались и взыскания на доходы, в частности размера возможных удержаний и видов доходов, на которые на сегодняшний день нельзя обращать взыскания. Сегодня судебные приставы исполнители расскажут об официальных источниках информации, на которых можно узнать о своих долгах. Такие как банк данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов, личный кабинет на едином портале государственных услуг и мобильные приложения ФССП России. Нижегородец Илья Новиков решил проверить свою задолженность. Раньше молодой человек сталкивался с долгами. После их погашения в базе данных он теперь чист. Достаточно удобно. МФЦ по всему городу расположен, по области. Любой МФЦ забежал, узнал, уточнил. Во всероссийской акции «Узная о своих долгах» региональная служба федеральных приставов совместно с МФЦ участвует впервые. Специалисты консультировали людей в девяти многофункциональных центрах Нижнего Новгорода, на Бару и в Кстово. С судебными приставами мы сотрудничаем давно. У нас в рамках оказания государственных услуг есть услуга судебных приставов о том, что люди могут узнать, граждане могут узнать свои задолженности и исполнительные производства. И впервые мы проводим вот такой день открытых дверей с ФССП совместно, потому что вне рамок этой государственной услуг у граждан возникает масса вопросов, которые они хотели бы задать государственным органам. В преддверии майских праздников и отпусков сотрудники службы судебных приставов рекомендуют проверить наличие задолженности, чтобы не оказаться в числе тех, кого не выпустили из страны из-за непогашенных долгов. Галина Калягина, Николай Прохоров. Время новостей. Продолжение следует...